КОЛЬТУРНЫЙ МИНИСТРА Алексей Павлов. Он у нас в гостях. Первый гость. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Тамара. Здравствуйте, дорогие друзья. Первые впечатления от этого большого форума? Вы знаете, это действительно было событие, которое произвело огромное впечатление. Это знакомство и с коллегами, и с концертных организаций всей России, которые приехали на это удивительное мероприятие. Ну и, конечно же, встреча с прекрасной музыкой, с прекрасными музыкантами, которые, конечно, очень запомнились. То есть было несколько площадок, вы передвигались, но ведь какие-то были, наверное, посылы, какие-то тезисы, вот что-то новое такое вынесли из этого форума? Были, во-первых, и новые площадки, которые впервые в этом году работали. Особенно это касалось такого информационного сопровождения, потому что сегодня для нас выступали на этих площадках ведущие специалисты мирового класса, которые занимаются и продажами культуры, и непосредственно работают в интернете, потому что сегодня это действительно очень востребовано. То есть что-то для себя такое почерпнуло? Много интересных идей, которые, безусловно, можно и применить в своей деятельности. И, конечно, особо, наверное, те концерты, на которых удалось побывать, и тот вот настрой вообще культурной столицы, и тот уровень организации, потому что, честно говоря, когда бываешь на таких мероприятиях, снимаешь и внимательно относишься не только к тому, о чем говорится, но и как это делается, как это было организовано, как устроены технические вот те средства, как поставлены экраны. То есть на все обращаешь внимание, потому что сами занимаемся организацией проведения разного рода мероприятий, поэтому всегда показатель работы профессионалов. Да. На четвертый международный форум вы, Алексей, поехали уже как в качестве директора, да, в новом статусе. Ну вот вы, наверное, первый, кто сменил, вернее, нового формата такой руководитель. Вы пришли из образования в культуру. Не побоялись? Ну не совсем из образования, потому что удалось еще поработать и на телевидении, это в программе «Точка», которая выходила на канале «Россия-24». А что касается непосредственно образования, то в опыте практики моей деятельности есть и учреждения дополнительного образования, где уже приходилось заниматься и концертной деятельностью, организацией концертов, работе с творческими коллективами. Поэтому здесь, я думаю, этот опыт, он мне только пригодился. Все-таки академическое учреждение, классическая музыка, да, своя специфика. Как решились-то все-таки? Ну потому что, прежде всего, академическое искусство и классическая музыка – это профиль деятельности моей, который был и на телевидении, вот здесь, в программе «Точка», где конкретно работал с… То есть уже с каким-то багажом, да? Да, с багажом, с наработанными связями. Практически всех нынешних артистов Поморской филармонии знал не только в лицо, но и лично встречался с ними в студии, работал и снимал с ними сюжеты. То есть, в принципе, нового-то ничего, такого здесь особо нового для меня не было. Но работа с высоким искусством – это очень такая благородная работа, поэтому она всегда меня привлекала. Адухотворяет. Адухотворяет, делает… Вот прошел, да, прошел месяц, да? Меньше даже. Уже можно два месяца сказать. А, два месяца уже прошло, и вы уже, наверное, немножко понимаете, куда надо двигаться. Вот сейчас, во времена кризиса, что делать вот такому маленькому островку, культуре, как поморская филармония. Я бы не сказал, что маленький островок, потому что здесь, сегодня говоря о поморской филармонии, и вообще в целом о музыкальной культуре русского севера и поморья, хочется отметить, что ведь это направление имеет 200-летнюю историю. Да, если первый музыкальный профессиональный коллектив в Архангельске появился в 1820 году, да, и сегодня ведущие музыканты мира стремятся приехать к нам, потому что у нас уникальный концертный зал, это кирха, это камерный зал, зал, где не нужен микрофон для того, чтобы быть посредником между музыкантом и слушателем. И вот именно за эту уникальную концертную площадку очень любят сегодня знаменитые музыканты, они с удовольствием приезжают сегодня в Архангельск, и наша публика, она не лишена этой возможности встречи вот с настоящим живым искусством, потому что люди, которые сегодня приходят в концертный зал поморской филармонии, это люди, которые ценят живую музыку, по-настоящему живую, музыка, которая рождается и дарит незабываемое удовольствие. Да, Леша, ну вот все-таки, тем не менее, куда дальше двигаться, как будете выживать, привлекать будете частные инвестиции, сами зарабатывать, как это все будет выстраиваться, вот для себя какую-то схему видите? Ну вот слово «выживать», я думаю, не совсем, оно сегодня уместно. Не приемно. Последние, по крайней мере, 15 концертов полные аншлаги, да. Сегодня, вы знаете, сегодня вот зря рассматривать нашу публику, как что-то такое непонимающее или которое нужно вести очередь в Третьяковку, да, знаменитая, которая по всему миру прошла, это прекрасный показатель, что наше общество сегодня не только готово воспринимать высокое искусство, но и ориентировано на это. И я думаю, что сегодня те концертные программы, которые мы представляем для наших зрителей, они пользуются успехом, они востребованы. И сегодня звучит, нет ли лишнего билетика, это самый главный показатель, я думаю, жизнеспособности. Да, знаете, с оптимизмом смотрите, да? Не только с оптимизмом. В этот год, 16-й, ничто вас не пугает. Нет, ну есть, конечно, какие-то... Сокращать никого не собираетесь? Вы знаете, не только не собираемся сокращать сегодня в наших планах, а только где взять вот новых молодых музыкантов. Талантливых. Талантливых музыкантов. И есть они в Архангельске, слава богу, что они приходят к нам. Спасибо. Вот знаете, я вам сейчас покажу один клип, вернее, отрывок из клипа. Такая девушка из Новосибирска, Мария Осинцева, в народе Машани, вот так вот. Я, честно говоря, первый раз прочитала такое имя. Написала песню, в которой обращается к самому Владимиру Путину. Хочу за доллар рубль и ни копейки больше. Вот такие слова этой песни. Давайте посмотрим отрывок, а потом дальше поговорим. Давайте же начальник, вместе все решим Поставить рубль русский валюты золотой А зелень заберем и обратно отдадим Для бумагопереработки Вернем мы им бумажки, не слушая замашки Попросим золота взамен, чтоб честным был обмен Плачу за доллар рубль и ни копейкой больше Хочу за доллар рубль и да за евро тоже Плачу за доллар рубль и ни копейкой больше Хочу за доллар рубль и это даже много Вот в конце клипа исполнительница приходит к выводу, что иностранная валюта вовсе не нужна и выбрасывает все накопившиеся доллары в корзину, где написано «мусор». Вот такая патриотичная песенка, такой патриотичный подход к этому делу. Кто как патриотику рассматривает, наверное. Также вот такая антикризисная программа предлагает она. Я думаю, что если говорить об астрадном искусстве, здесь не великий специалист, что касается классического искусства, здесь не все измеряется в денежном эквиваленте. И уж если говорить об истинном искусстве, то здесь есть в любом случае государственная поддержка. Она есть, она не может не быть, потому что это искусство достаточно дорогое, но искусство необходимое, базовое, на котором держится сегодня фактически вся культура. Поэтому какое отношение вот этот клип имеет к искусству, это знак вопроса большой. А что касается тех музыкантов, которые сегодня работают в филармонии, которые приезжают сюда на гастроли, конечно, рубль и доллар не самоцель. И это не то, что мы ставим в основу нашей деятельности. Потому что самое главное, я думаю, это все-таки тот восторг жизненный. И вот в эпоху кризиса, наверное, для людей особенно важна вот так гармонизация душевная, которую мы сегодня и стараемся отдать на наших концертах. И поэтому сегодня особенно финансовый этот кризис приходить на концерты. Цены билетов в камерный зал по морской филармонии – это достаточно приемлемые цены. И для нас сегодня не есть задача заработать на культуре, заработать на искусстве. Для нас сегодня самая главная задача может быть кого-то поддержать в трудный момент, дать веру в себя, веру в жизнь, что жизнь стоит. Да, спасибо большое, Алексей. Ну вот есть у нас уже одно учреждение культуры в Архангельской области, кто с оптимизмом смотрит в будущее, если кризис ему не страшен. Я так понимаю. Творческий кризис может пугать. Творческий кризис, финансовый кризис. Я думаю, любой кризис он дан в испытание, да, и дан в закалку. И любые минусы нужно превращать в плюсы. И я думаю, что здесь просто нужно так с оптимизмом все равно смотреть. И русская пословица великая – нет худа без добра. И в любом кризисе можно находить какие-то полезные, оптимистичные вещи, ноты и идти дальше. Спасибо большое. Это был Алексей Павлов, директор поморской филармонии. Редактор субтитров А.Семкин